итак друзья подошел момент замены поршня на yamaha верхнюю головку можно не снимать нужно сразу снимать цилиндр дабы не покупать новые прокладки я аккуратненько снял цилиндр вместе с прокладкой потому что ввиду вируса очень сложно запчасти достать и с горем пополам спасибо ребятам тереза 71 строка они мне нашли оперативно поршень и недостающие детали на мотик значит я снял цилиндр в нем поршень чуть-чуть подгоревшие с виду выглядит ничего но все-таки его стоит поменять уже есть нагар покрытие стерлась соответственно как менять поршень для этого нужно вынуть аккуратненько пружинки с одной стороны другой и палец демонтировать поршень и после этого поставить новый значит новый у нас фирмы vortex ну как и старый 47 45 в нем присутствует стрелочка вот эта стрелочка это указатель на переднее колесо это обязательно нужно соблюдать в комплекте идет палец новый и вот эти две пружинки перед установкой нужно пружинки чуть-чуть раздвинуть чтобы они когда встали на свои места были крепко крепко сидели наши бывает что они вылетают и тогда кирдык блоку цилиндра блок цилиндра довольно таки хорошем состоянии покрытие еще не стерто прокладка сохранилась но все равно ее нужно будет сажать уже на герметик так как нет у нас возможности найти новую прокладку поэтому будем сажать на герметик и так приступим к замене поршни есть пазик для того чтобы отогнуть пружинку можно делать это предельно аккуратно каким-нибудь острым предметом в данном случае я взял шило затем подхватываем ее узкогубцами дабы она не соскочила и потихонечко вытаскиваем вот одна пораженка получается демонтирована у нас пробуем вытащить палец 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 идет туго с другой стороны вторая пружинка демонтирована пробуем его вытащить стопорные кольца сняты он не хочет совсем так придется палец вышел практически до конца палец у нас вышел подшипник у нас цел вот так вот выглядит старый поршень но на самом деле на нем можно было еще поездить чуть-чуть но уже присутствуют задиры полированные места поэтому лучше его поменять он уже подтер так ставим на новый поршень новую пружинку заводим ее с одной стороны и другой так практически встала так пружинка у нас стало и довольно таки крепко достать ее конечно будет потом проблематично ничего страшного вставляем новый палец получается у нас по стрелке в сторону правого колеса смотрим вставили поршень вставим еще одну стружинку аккуратненько все у нас поршень стоит на своем месте поршни есть когда вставляешь цилиндр есть вот такой вот замочек вот он находится то есть кольца надо сжимать когда в цилиндр вставляешь чтобы они соприкасались с замочком иначе вы поршень не вставите то есть вот так вы уже не вставите кольцо не будет прилегать к поршню соответственно обращайте внимание на вот этот замочек сейчас будем пробовать вставить цилиндр пробуем сейчас поставить без герметика и 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